Добрый день, уважаемые члены избирательного комиссии Республики Талмыкия. На заседании избирательной комиссии Республики Талмыкия из 12 членов комиссии в правом решающем голосе присутствует 11 членов. Уору имеется комиссия правом, начавшую работу. Какие будут предложения? Начать заседание. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Единогласно. Заседание избирательной комиссии Республики Талмыкия объявляю открытым. Для введения заседания нам необходимо утвердить повестку дня. Уору имеется проект. В повестке дня заседания избирательной комиссии Республики Талмыкия. Прошу ознакомиться с ним. Какие будут предложения, коллеги? Подвергить повестку дня в целом. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Воздержался? Повестка дня утверждается. Переходим к рассмотрению вопроса в прессе на повестку дня. Первый вопрос. Закладчик член избирательной комиссии Республики Талмыкия Шаунова Мина Николаевича. Мина Николаевича. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется постановление об информации о поступившем в комиссию жалобах на нарушение федерального закона о выборах депутатов Госдумы. В соответствии с частью 12 статьи 87 федерального закона избирательная комиссия обязана рассмотреть все жалобы, поступившие в избирательную комиссию в дни голосования. Поэтому предлагаю вам принять к сведению информацию о поступивших в комиссию жалобах. В комиссию поступило всего, в принципе, 5 жалоб. Дело в том, что непосредственно в саму комиссию они не поступали, а пришли из Управления МВД России по городу Эль-Стех. Две жалобы 18 сентября и три жалобы 18 сентября. Это от довейного листа кандидата Лугушиева Чучиева и также от члена комиссии правосвещательного голоса Баднасунова и члена комиссии правосвещательного голоса Буджаевой и Лугушиевой, полномочного представителя кандидата Лугушиева. А также из следственного управления по республике Калмыкия поступило обращение Бенбеевой, полномочного представителя политической партии Коммунистической партии Российской Федерации. И была жалоба Багазанки Байжановой в Управлении МВД России по городу Эль-Стех. В общих частях первые четыре жалобы, то есть Чучеева, Баднасунова, Угушиевой и Буджаева, а также Бенбеевой в соответствии с пунктом 6 ст. 75 Федерального закона об основных гарантиях были направлены для рассмотрения в листинскую территориальную избирательную комиссию, поскольку вот согласно пункта 6 ст. 75 при поступлении жалобы в вышестоящую комиссию она рассматривает при условии, если эту жалобу не рассмотрела нижестоящая комиссия. Поскольку в территориальной избирательной комиссии города Эль-Стех эти жалобы не были рассмотрены, они были направлены для осмотрения в листинскую территориальную комиссию. А вот жалобы гражданки Байжановой. В принципе, ответили мы сразу, ответ наставили, поскольку она гражданка Казахстана и не обладает активным избирательным правом. Но она требовала допустить ее голосование по паспорту гражданина Казахстана. Ну а предыдущие жалобы, это вот Чучеев жаловался о том, что на избирательном участке в книге избирательных фамилий избирателей были зачеркнуты карандашом. В односунов жаловался о том, что неизвестная женщина принесла большой список избирателей, которые хотели проголосовать на дому. И Буджаева и Лугушиева о том, что избирательная комиссия избирательного участка 26.6 нарушила законодательство при составлении реестра о голосовании не помещений для голосования. А Дюнгиева, полномоченный представитель политической партии о том, что после окончания голосования 17.7.2021 года в помещении Бюджаева участка 3 еще находились члены избирательной комиссии. Я предлагаю, согласно постановлению, жалобу Байжановой признать необоснованные, признать обоснованными действиями по направлению жалоб Чучеева, Буджаева, Лугушиевой, Бенбеевой для рассмотрения Волестинской социальной избирательной комиссии. И поручить секретарю, в целом, избирательным протоколом, подозрительной копией жалоб. Коллеги, какие будут вопросы, докладистов? Нет. Пожалуйста. Дмитрий Николаевич, я бы хотел узнать, поступала ли жалоба из 120-го участка по инциденту сбросу. Нет, жалобы такой не было. Не было, да, потому что резонанс большой. На всю Россию ему прославили, да, там в Рознии. Ну как отреагировала избирательная комиссия? Мы оценку какую-то давали. Ну я слышал выступление председателя, там, да, негативная оценка была дана. А сотрудники выезжали туда? Наши. Сотрудники, может, в Бетовской территории, а не конечная? Можно ответить на вопрос, Владимир Владимирович? Ага. По данным инцидентам, сразу бы вы были, конечно, поясняетесь. Замечатель председателя избирательной комиссии, Дмитрий Владимирович, по данным инциденту сразу, как поступил сигнал, кто-то вызвал председателя избирательной комиссии и вместе с правым трогом, за данным в очередной полиции. Естественно, урна эта была, естественно, опечатана, очень использовала. Правым трогом мы начали проверку официально, председатель избирательной комиссии, соответственно, до явления обратился, она была регистрирована, и там проводится специально проверка в порядке УБК. В дальнейшем, собственно, в процессе голосования поставили ленту, голосование продолжилось, подсчет произведен, и участковая комиссия, совместная состедательная избирательная комиссия, было принято решение всех людей, которые находятся в этой урне, кто-то ходит, куда-то нашему вопрос, признать, где действительный. Признать? Признать, где действительный. Ну, у меня такой дополнительный вопрос. Вот признали недействительный. Проверяли ли они на конечный результат, вот на этом участке? Ну, правда, на результат конечный поверяли, они признаны в состоянии, что есть действительный выбор. Естественно, те бюллетени, которые находились в 2-й уровне, они были, соответственно, вот образом распределены среди кандидатов и сакимпатий. Выбор на этом участке состоит. Как распределены? За исключением тех бюллетеней, которые они не управляют в своем внимании, которые были в той уровне, в котором было что-то. Понятно. Коллеги, будут еще вопросы? Предложение? Предложение принять. Поступилось предложение принять. Постановление в целом. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Восстержался? Единогласно. Постановление принимается. Переходим ко второму вопросу, коллеги. Закончик, секретарь избирательной комиссии Республики Камухи, Сидорченко Наталья Третьевна. Наталья Третьевна. Уважаемые коллеги, в соответствии с законом о выборах депутатов, это же прежде, чем рассмотреть и подписать протокол об итогах голосования по федеральному округу и по результатах по одновандатному округу, избирательная комиссия в обязательном порядке рассматривает вопрос о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы и Федерального Собрания. Данные сложные сведения составлены на основании актов приема и передачи избирательных бюллетеней, начиная от избирательной комиссии, далее в территориальные участковые комиссии, значит, о результатах использования в участковых комиссиях, сколько было выдано избирателям, сколько покажет. Значит, данные исходные сведения представлены Вашему вниманию. Всего избирательной комиссии Республики Калмыкия изготовлено 203 тысячи избирательных бюллетеней как по одному адаптам, так и по федеральным избирательным округам. На них у актов от типографии было получено это количество, и все эти избирательные бюллетени в соответствии с порядком передачи были переданы в территориальные избирательные комиссии. Значит, территориальные избирательные комиссии при обнаружении недостачи или излишков, соответственно, территориальные комиссии. Они составляют соответствующий ад. Данные эти вносят в систему газвыбора программу документов строгой отчетности. И в соответствии с этим у нас установлено следующее. Излишки, которые были обнаружены в территориальных избирательных комиссиях по одномандатному избирательному, вернее, недостачи, которая была обнаружена по федеральному округу, по одномандатному округу это 8 избирательных бюллетеней и 124 избирательных бюллетеня по федеральному. Это недостачи. Что касается излишков, которые были обнаружены, значит, это в территориальной комиссии 142 избирательных бюллетеня по одномандатному и 0 по федеральному. Значит, всего фактически было получено всего фактически было получено в территориальными избирательными комиссиями по одномандатному избирательному округу 203 137 избирательных бюллетеней и по федеральному избирательному округу 202 876 избирательных бюллетеней. Территориальные избирательные комиссии принимают решение о передаче участковой избирательной комиссии в соответствии с законом количества избирательных бюллетеней. Оно может составлять от 70% от числа избирателей до 0,5% от числа избирателей на соответствующем избирательном участке. По конкурсам территориальных избирательных комиссий участковые комиссии были переданы 190 597 избирательных бюллетеней по одномандартному и 190 597 по федеральным округам. Далее мы в соответствии с теми сведениями, которые указаны в протоколах участковых избирательных комиссиях устанавливаем число избирательных бюллетеней, которые выданы избирателям в помещении и вне помещения, а не суммируются. Значит, число избирательных бюллетеней, которые выданы избирателям в день голосования и в помещении и вне голосования, оно составляет 134... Участковыми избирательными комиссиями покажено 92 506 избирательных бюллетеней. Значит, всего у нас утрачено избирательных бюллетеней по Республике Калмыкия по одномандартному округу 0 и обнаружено неучтенных избирательных бюллетеней 2. Что касается федерального избирательных бюллетеней по федеральному округу, обнаружено утрата избирательных бюллетеней в количестве 5 по Республике, и неучтенные – это 3 избирательных бюллетеня. Значит, количество использованных и погашенных избирательных бюллетеней на территории Республики Калмыкия, оно соответствует тому количеству, которое было изготовлено избирательной комиссией Республики Калмыкия. То есть, вашему вниманию предлагается утвердить сходные сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и направить настоящее восстановление о Центральной избирательной комиссии Республики Калмыкия. Нет всего, уважаемые коллеги. Коллеги, будут ли вопросы к осознанческому? Нет. Предложение коллеги? Предлагаю принять проект постановления в целом. Предложение принять постановление в целом. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Постановление принимается? Относительно, задержался, да? Итогово 10 за, а против? 10 за, 1, да. Переходим к третьему вопросу, коллеги. Докладчик, секретарь избирательной комиссии Республики Калмыкия, Федорченко, Наталья Викторовича. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, в соответствии с этим законодательством нам необходимо подписать, прокополу номер 1, избирательной комиссии Республики Калмыкия, по результатам голосования по одномандатному избирательному опыту, Республика Калмыкия, Колумбский одномандатный избирательный опыту номер 11. Даны прокополу составлены на основании прокопола, территориальных избирательных комиссий Республики Калмыкия. И содержит суммарные сведения, которые были в протоколах территориальных избирательных комиссий. Всего у нас на территории Республики Калмыкия 14 территориальных избирательных комиссий. Все протоколы территориальных избирательных комиссий были представлены в соответствии с сведениями об этих протоколах на одном избирательном участке, в городском районе выборы были признаны недействительными, это указано соответственно в нашем протоколе. И суммарное число избирателей, которые были включены в список избирательных комиссий, где были признаны недействительными, составляет 320 избирателей. С нами была проведена предварительная проверка правильности составления протокола номер один территориальных избирательных комиссий. В итогах голосования дружная избирательная комиссия, путем шумирования данных для протокола избирательных комиссий, определила число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, составляет 196 819 избирателей. Число бюллетеней, которые получены в участковые избирательные комиссии, составляет 190 597. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0. Число бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями, избирателям помещений для голосования 84 415. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавших вне помещения для голосования в день голосования 13 678. Число покрашенных избирательных бюллетеней, участковых избирательных комиссий, 95 506. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 11 ящиках для голосования 13 675. Число избирательных бюджений содержащихся в национальных ящиках для голосования – 84276. 4413. Действительных избирательных бюджений – 93.538. Число утрачивых избирательных бюджений – 0. Число избирательных бюджений неучтенных при получении 2. Экспиратели разделились следующим образом. В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, доегистрированный кандидат Вашанграя Владимир Николаевич признан избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Калмыкия Калмыкина. В протоколе ставится подпись всех членов комиссии присутствовавших при подписании протокола. В случае, если член комиссии не согласен с данным протоколом, он вправе выразить особое мнение, о чем делается подпись в протоколе. В случае, если член комиссии отсутствует на заседании избирательной комиссии, напротив его фамилии поставится отметка о его отсутствии, в которой заверяется подпись секретаря, председателя или заместителя председателя избирательной комиссии. Также в протоколе в обязательном порядке ставится дата и премиум подписания протокола и печать вопросной избирательной комиссии. Я предлагаю всем членам комиссии знакомиться с протоколами, я сейчас экземпляр протокола представлю. И Артем вчера, когда мы выразили, в программу стоит число 20 число для подписания, выдержите, пожалуйста, протокол с датой сегодня на 21-м. Продолжение следует... 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 В случае, если они не будут прекращены самим гражданством назначен, чтобы его продлиться до окончания срока регистрации на выборах главы республики Каминка. На законе, когда он назначен в политической партии Странительная Россия, в случае получения списка партии мандатов государственной темы будет продолжаться в течение 5 лет. Пулач Александр Гаваевич назначен в политической партии Единая Россия, Паронин Александр Александрович назначен и проведение в представительном области «Автарная Россия» «На законодательная работа, и не уйдет, срока регистрация на российском Каминском". «Автарная Россия» «Посрока регистрации». Протоколы после подписания, выдачи копии лицам желающих получить их, первый экземпляр протокола сегодня направляется в Центральный институт комиссии Российской Федерации посредством Федеральной государственной службы федерической связи. Продолжение следует... 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 Наталья Дмитриевна, а где мне тут отметку поставить? И рядом пишу. Спасибо. 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 Основной избирательной комиссии. Протокол подписан 8 часов в 48 минут и тогда особый протокол, который приглашается членам избирательной комиссии Республики Камыкин, Санжина, Санна Сергеевна. Пожалуйста, пожалуйста. Можно озвучить, да? Уважаемые коллеги, присутствующие, хочу представить вашему вниманию особое мнение к протоколу об определении результатов выборов. Сегодня, 21 сентября 2021 года, нами был подписан протокол о результатах выборов по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу по Республике Камыкия. Все мы знаем, и Наталья Дмитриевна озвучила, что каждый член избирательной комиссии с правом решающего голоса имеет право на особое мнение, которое прилагается к протоколу. Мое несогласие с протоколом заключается в следующем. В соответствии со статьей 3 Конституции Российской Федерации, свободные выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа, что также отражено в преамбуле к Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме Российской Федерации. Согласно статье 1 Федерального закона номер 20 о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, участие гражданина Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным, никто не вправе принуждать гражданина Российской Федерации к участию или неучастию в выборах. Принцип свободных выборов установлен в статье 3 Протокола номер 1 от 20 марта 1952 года Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейский суд по правам человека при толковании в своих решениях положения статьи 3 указанного протокола указывает, что ничто не должно препятствовать свободному формированию и выражению воли избирателей, что свободные выборы возможны только в условиях беспристрастности со стороны государства и его органов, а беспристрастность в первую очередь касается использования средств массовой информации, средств наглядной агитации, права на проводение демонстраций в общественных местах и финансирования партии и кандидатов, что государство обязано пресекать любые нарушения в ходе выборов. Важную роль в формировании воли избирателей играют средства массовой информации, которые как информируют о выборах, так и используются для предвыборной агитации. Партия «Единая Россия» находилась в период избирательной кампании в более привилегированном положении по сравнению с другими избирательными объединениями и кандидатами. Об этом, в частности, можно сделать вывод из материалов о деятельности представителей органов государственной и муниципальной власти, в том числе с участием в освещаемых мероприятиях кандидатов от партии «Единая Россия», имеющих признаки предвыборной агитации, которая не оплачивалась из средств избирательного фонда. Основное предназначение избирательных комиссий – это организация и проведение выборов в соответствии с законом. Однако в период избирательной кампании поступали многочисленные сообщения о нарушениях со стороны членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а в ряде случаев и территориальных избирательных комиссий, в отношении членов этих же комиссий, но с правом совещательного голоса, а также наблюдателей доверенных лиц, представителей СМИ. Отмечу, что нарушения были допущены в частности и в отношении меня, как члена вышестоящей избирательной комиссии и присутствовавшей в помещениях для голосования ряда избирательных комиссий. Председатели, секретари, члены УИКов проявили не только некомпетентность, но и агрессию, используя объем своих полномочий не в интересах свободных выборов. Напряженная ситуация на избирательных участках явилась следствием не только нарушений, но и отсутствием четкого понимания новых правил проведения выборов в связи с трехдневным голосованием. В ряде случаев самостоятельность и беспристрастность УИКов нивелировалась латентным, безнаказанным вмешательством представителей органов муниципальной власти, иных органов государственной власти, как непосредственно, так и опосредованно. Участковые избирательные комиссии оказались в большинстве случаев неподготовленными к организации и проведению выборов. Отмечу ряд недостатков, выявленных при личном посещении избирательных участков в дни голосования. Неприспособленность помещений для голосования, отсутствие конструктивных возможностей для обеспеченной надлежащей сохранности бюллетеней, избирательных документов, ограниченный обзор камер видеонаблюдения, ненадежная конструкция сейфов, металлических ящиков и прочее. Нарушение установленного порядка организации охраны помещения для голосования в ночное время. Низкий уровень компетенции членов УИКов с правом решающего голоса. Нарушение при организации голосования вне помещения для голосования на дому. В заявлениях о голосовании заранее вносились паспортные данные, списки представлялись неустановленными лицами, а в ряде случаев также поступали заявки от вышестоящих территориальных избирательных комиссий, что недопустимо. При этом сами избиратели в ряде случаев об этом не знали. Комиссии не брали с собой наблюдателей, были отказы. На выезд получалось явно избыточное количество бюллетеней. Не составлялись реестры для голосования на дому. Заявления избирателей не хранились в сейфах вместе с сейф-пакетами с бюллетенями из переносных ящиков и прочее. Нарушение порядка перекладывания бюллетеней из ящиков в сейф-пакеты. Отсутствие на сейф-пакетах индикаторных лент. Отсутствие надлежащих оформленных актов к сейф-пакетам. Хранение актов к сейф-пакетам вне сейфа и прочее. Нарушение порядка работы со списками избирателей. Карандашные пометки. Отсутствие необходимых сведений. Внесение паспортных данных избирателей членам участковой избирательной комиссии при выдаче бюллетеня самостоятельно. Без предложения избирателю сделать это самому, как это установлено законом. Или получить согласие на это внесение самим членам УИКов. Был отмечен ряд вбросов в бюллетене. На сегодняшний момент в отношении многих которых еще не проведена проверка. Но заявления такие есть. Нарушение порядка подсчета голосов. Незнание элементарных правил и прочее. Нарушение оформления итоговых протоколов и кофей протоколов. Отказ председателя УИКов принимать жалобы. Нарушение требований о незамедлительности рассмотрения жалоб. Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей и представителей СМИ. Ограничение прав на перемещение по участку. Проведение фото и видеосъемки. Ознакомление с документами комиссии и прочее. Отдельно следует отметить явное использование государственных механизмов стимулирования явки избирателей на выборы. Что в первую очередь касается бюджетной сферы. В частности контроль получения открепительных удостоверений. На нескольких избирательных участках отмечается массовое голосование сотрудников правоохранительных органов, пенсионного фонда, муниципальных организаций в количестве 500 и в количестве в среднем по 500 человек. Замечены голосования избирателей, которые живут в соседних домах с избирательными участками, но почему-то голосуют по адресу соседнего дома. Допущены нарушения и в части передачи документации территориальными избирательными комиссиями в окружную избирательную комиссию. Так Черноземельская территориальная избирательная комиссия вопреки требованиям закона передала не оригиналы документов, в том числе документов участковых избирательных комиссий, а копии документов в том числе незаверенные. Довожу до сведения членов комиссии настоящее особое мнение, прилагаю его к протоколу от 21 сентября 2021 года. Прошу его, вернее я его уже отразила и прошу... Вернее, отмечаю, что особое мнение подлежит опубликованию вместе с протоколом. Спасибо за внимание. Продолжение следует... 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 Недействительными избирательными имистерами поликлифов 3225, действительные 95 тысяч, до 3500, число утраченных имистерами 5, число избирательных имистерами неучтенных и полученных 3. В голосах распределились следующим образом. Политическая партия, коммунистическая партия Российской Федерации 25,540. Политическая икологическая партия Зелемый 756. Политическая партия ОЗПР, Демократическая партия России Либеральная икологическая партия России 3381. Политическая партия «Новые люди» 12026. Tudoza Россие и политическая партия «Единая Россия» 3038875. Партия «Справедливая Россия за правду» – 5761. Партия «Российская Безуссанская фальня» – 841. Все российская политическая партия – партия effort 176. Партия «Российская партия свободы и справедливость» – 871. Партия «Коммунистическая фальня» – 1860. политическая партия «Гражданская платформа» 528, политическая партия «Зеленая альтернатива» 551, российская политическая партия «Родина» 388, партия «Пенсионеров» 3584. Аналогично протокол окружной избирательной комиссии подписывает в двух экземплярах, члены комиссии, которые отсутствуют на момент подписания, об этом делается отмета, который заявляет в секретарю комиссии, член комиссии, который имеет особое мнение о протоколе. Об этом также указывается, соответствующий отмета ставится в протоколе. Протокол подписывается, и в котором сразу же указывается это время подписания протокола. Протокол подписывается в двух экземплярах, проверяется печатью, соответственно, окружной избирательной комиссии. Уважаемые коллеги, очень страшно, прошу, подписать протокол в первых или вторых экземплярах. Давайте рассмотрим в следующем году. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...